Откуда деревья из лесу вестима? Примерно с таким вопросом к продавцам новогодних красавиц обращались сотрудники регионального Россельхознадзора, которые сегодня выехали в рейд по точкам продажи праздничных деревьев. Сегодня они проверяют наличие документов, разрешающих их вырубку. На площади революции продают в основном сосны. Ни одной ели мы здесь так и не нашли. А все потому, что именно сосны в изобилии растут в лесах Забайкалья, тогда как настоящую елочку можно найти только в соседних регионах. Вот только по факту у большинства продавцов таких документов не оказалось. Говорят, все бумаги у хозяев товара. Мы только реализуем. Документов сейчас нету в наличии. Вот, то есть сейчас, так как здесь только на месте продавец, выпишем уведомление о явке индивидуальному предпринимателю. И, соответственно, там на месте будем уже разбираться. Кто-то из продавцов сориентировался быстрее и позвонил хозяину сосен, чтобы документы привезли прямо на площадь. Кто-то показал копии оригиналов. Ну а самым предприимчивым оказался местный дедушка Мороз. У него и с документами все в порядке, и свои секреты по выбору и сохранению новогодней красавицы имеются. Самое главное в елке – это ствол. Ствол должен быть ровный, игла мелкая. Что еще? По-пушистее, естественно. Чтобы подольше стояло, на литр воды получается пол чайной ложки марганцовки и добавляйте стакан. Она будет пушистая и запах будет красивый. Помимо пушистых сосен, инспекторы обнаружили и пихты. То, что у продавца не было на них документов, никого не удивило. А вот то, что их не оказалось и у предпринимателя, заставило инспекторов оформить на него административный протокол. Физические лица за незаконную вырубку сосны и елки тоже будут наказаны штрафом от 200 до 500 рублей. А юридические лица заплатят от 5 до 10 тысяч рублей. Полина Харченко, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ.